Продолжение следует... Балл Кэнсер – это компания, которая работает в Соединенном Королевстве, и она занимается как раз опухолями ЖКТ и разработкой терапевтических препаратов. Итак, то, что касается редких опухолей, это от пищевода до анальных опухолей. Там очень много локализаций разнообразных, и я полагаю, что мы их можем разделить на три основных дисциплины. Это опухоли пищевода и желудка, гепатобилярные опухоли и колоректальные, опухоли тонкого кишечника и анальные опухоли. Надо сказать, что мы их прежде всего определяем как таковые, и подход должен быть междисциплинарный. Это не обязательно специалисты, но это люди, у которых дополнительные знания по этим редким опухолям, и также они должны понимать, куда направлять этих пациентов. То, что касается редких опухолей ЖКТ, то прежде всего мы их определяем как редкие, потому что у них небольшая встречаемость, небольшая частота, и они все относятся к ЖКТ. Я являюсь онкологом, который занимается ЖКТ, в основном я занимаюсь плоскоглеточным раком ануса, и я вынес большие уроки из своей профессии, но я также лечу и другие опухоли. То, что касается плоскоглеточной карциномы анального отверстия, в основном она ассоциируется с очень неприятными симптомами, и это на самом деле результат инфекционного заболевания ВПЧ. Он эндомиком является во многих странах, и по большому счету в Соединенном Королевстве у нас два типа, два генотипа, это 16 и 18, два генотипа ВПЧ. Во-вторых, он модифицируется курением, частично потому что курение модифицирует иммунную систему, ухудшает иммунную систему, во-вторых, этот вирус остается с вами и не выходит из организма, не выводится, не элиминируется, так скажем. И также есть определенные очень негативные последствия на развитие онкозаболевания, они протекают более агрессивно. То, что касается диагностики, возрасте, это, как правило, в начале, так скажем, шестого десятка, приблизительно, это как раз, если у вас была предыдущая инфекция, в анамнезе инфекция ВПЧ или онкозаболевание, то в этом случае этого типа опухоли разовьются с гораздо большей частотой. Затем ВИЧ, также или другая иммуносупрессивная терапия и табакокурение, все это являются факторами риска. И мы прекрасно с вами знаем, что ВПЧ положительной опухоли с точки зрения ВПЧ или суррогата, которая является П16 положительной опухоли, эти пациенты чаще болеют, нежели те, которые являются отрицательными. И то, что касается долгосрочной инфекции ВПЧ, которая не элиминируется, она, за него отвечают онкогены Е6 и Е7, и они, в свою очередь, вызывают супрессию вашей собственной иммунной системы. И, соответственно, это опухолеподавляющие гены, которые являются также драйверами проблем с распознаванием опухолевых клеток. Соответственно, они являются драйверами потери в экспрессии эшела. И это HPV положительные опухоли, они являются высокоиммуногенными, и ВПЧ отрицательные обычно обладают низкой иммуногенностью, на удивление, потому что в AMBA, их можно сравнить с опухолями, которые локализуются в легких. Но, как вы видите, здесь это очень сложный момент. У нас, с одной стороны, огромное количество информации, и, с другой стороны, у нас огромное количество вопросов от наших пациентов. И, конечно, они хотят знать лучше о диагностике и о лечении. И, на самом деле, какие вопросы мы получаем? Если у меня инфекция, обязательно разовьется рак? Если какие у меня будут симптомы? Если поможет ли противовирусная терапия? В ВПЧ-вакцинация поможет ли она? И мой сын, например, или моя дочь, у нее только что была вакцинация против ВПЧ. Мне нужно ее проходить или нет? Какой модификация стиля жизни поможет ли мне? Стандизированная терапия существует ли она? Либо это будет тейлорная какая-то, направленная только на мою ситуацию терапии? Давайте попробуем ответить на некоторые из этих вопросов. Абсолютно почти у всех есть ВПЧ, и либо этот вирус выводится из организма, и тогда есть у нас локальная память хозяина, либо он становится хронической инфекцией, и тогда у нас есть небольшое количество, если вообще какие-то возникают системные антитела у большинства людей. И, по большому счету, вирус находится в организме, и хронические вирусы, они являются, так скажем, вот так они работают. И почему у некоторых пациентов этот вирус будет персистирующим? Скорее всего, за это отвечает микробиота кишечника, или так называемый микробиом человека, которым мы знаем сегодня много, он отвечает за очень многие параметры. Вот это исследование, которое проводилось на мышах, и здесь взяли бактерию из анального отверстия, и эти мыши чаще заражались ВИЧ, извините, и у них также персистировал ВПЧ. Итак, микробиома анального отверстия, она во многом изменяется, если, например, у нас есть локальные иммуносупрессивные эффекты в анальном канале, если пациенты занимаются анальным сексом, или если это курильщики. И, тем не менее, я говорил вам о вакцине уже, и вакцина является хорошим профилактическим средством, которое работает против некоторой комбинации подтипов ВПЧ. И, по большому счету, это то, что вводится мальчикам и девочкам до начала половой жизни. Если вы посмотрите на эту публикацию в Ланцете, это австралийские авторы, которые публикуют свои популяционные эффекты вакцинации, то есть у них была такая запущена серьезная программа, ей уже 10 лет от этой программы, и за последние 10 лет женщины в Австралии снизилось ВПЧ на 50%, и циррикальный рак снизился на 70% среди молодых женщин и на 50% среди женщин в возрастной группе 20-24 года. Итак, проблема заключается в том, что когда мы говорим о специалистах в этой области, я, например, являюсь, то мы можем полагаться на некоторое количество публикаций. Вот это одна из публикаций по использованию иммунного крема и также о публикации, которая также затрагивает вакцинацию против ВПЧ. На самом деле я не использовала ни то, ни другое. Некоторые считают себя экспертами, но даже у меня нет такого опыта. Я могу сказать, поэтому я, так скажем, не совсем эксперт, не топового уровня эксперт. То, что касается параллоскоклеточной анальной карциномы, могу сказать, что здесь небольшое количество мутаций, среднее количество мутаций 2,5 до 3,5. Это соматические мутации, и, соответственно, она достаточно чувствительная к иммунной терапии. Это действительно так. Если вы посмотрите на геномный профиль, то помимо... Если вы посмотрите слева направо, то здесь у нас небольшое количество общих профилей, на которые мы можем направлять нашу работу. То есть, по большому счету, здесь у нас очень редкие моменты такие, и нам достаточно сложно, так скажем, иметь какие-то таргетные мутации. И мы можем опираться на биомаркеты, на биомаркеры. И химио-лубчевая терапия является стандартом терапии на данный момент. И я уже говорил о том, что довольно сложно удерживаться, и так сказать, называть себя специалистом в этой области. Мы живем в мире, где у нас очень быстро и очень, скажем, быстро и достаточно серьезное развитие разнообразных инноваций. И надо сказать, что в общем и целом онколог может сказать, ну, вы знаете, я никогда не видел ничего подобного такого генома, никогда не видел, например. Я не совсем уверен, как мы должны лечить. И пациенту, я думаю, не очень приятно это слышать. Таким образом, успешная трансляция, скажем так, этих научных достижений может привести к, может потребить геномно-иммунохиистемического скринга. Но мы уже знаем, кого тестировать, когда тестировать, какой тест использовать и как интерпретировать результаты в этот тест, даже если мы их получаем, поскольку это чрезвычайно сложно. Даже при каких-то общих, часто встречающихся раках, например, РМЖ и скорбинокопытных специалистах, вы можете не получить те детали, которые могут вас волновать, если вы не считаете, что они являются интересными и важными, поскольку мы все люди. И такие специалисты, как я, например, который работает в клинике, которые всегда рассматривают свою часть заболевания, мы очень редко видим целиком всю картину. Есть масса проблем и вызовов, поскольку заболевание может быть сложно диагностировать, если это редкая заболевание. В частности, есть врач общий, например, если врач общей практики в Великобритании, который с большим количеством пациентов, он видит 8-9 новых случаев рака, но есть в странах Запада, мы знаем, что 25% пациентов отправляются к врачу общей практики, поскольку имеется ректальное кровотечение, и, соответственно, врач общей практики Рецко ставит, диагностирует рак прямой кишки, и он этот рак видит, может быть, один раз в 25 лет. Но можно сказать следующее. Имеется такой общий доктор, который называется доктор Лау, который зовут доктор Лау, и каждый пациент, который приходил к нему, он работал в Лондоне, он отправлял их в Ролл Мастерс, это знаменитый в госпитале, в Южный Лондон, и он спрашивал, почему это, например, он говорит, я же могу отключить этого пациента, и он, зачем нужно через Лондон ехать? Он говорит, да, конечно, но вы не эксперт, эксперты работают именно в той клинике, но тогда, может быть, нужно, но зачем нужно ехать через весь Лондон? Можно ехать в тот центр, который находится недалеко. Но это большие проблемы для врачей общей практики, поскольку может быть обычная манифестация заболевания с кровотечением, но оно может мастироваться и по-другому. Оно может появиться на необычной зоне, например, как плоскохлечная карцинома поджелудочной железы, или патоморфолог может поставить диагноз неправильно, поскольку патоморфолог – это тоже человек, и у него не всегда он знает все специфические проблемы, и в клинике может работать совершенно среднего уровня патоморфолог, и заболевание может, опять же, манифестироваться или представляться необычным образом. То есть я могу сказать, что пока вы не найдете и не соберете команду специалистов, это может занять очень большое время, пока вы не получите план, и пока вы не получите остаться схемой терапии. И только специализированная команда, команда конкретных специалистов, будет знать, как лечить эти редкие раки, и может потребоваться очень долгое время, пока пациент доберется до этой специализированной команды. Мы также говорили о проблеме так называемых ОИ-операций, и в частности о саркомах. И у нас было громадное количество пациентов, к сожалению, которых биопсия была совершенно… давала совершенно некорректные результаты, и у пациентов были очень серьезные последствия, например, лучевой терапии, и они должны были… химиотерапия совершенно разная означалась, молекулярные тесты зачистку не всегда выявляют, соответственно, мутации. Может потребоваться, чтобы вы уехали достаточно далеко от своего дома и семьи, чтобы получить лечение редкого рака. И не будучи специалистом в команде, не будучи врачом нерабочевой специализированной команде, у вас не может быть навыков, чтобы что-то… Просто вы не будете знать, что сказать пациенту и как ответить на сложный вопрос. Это может быть чрезвычайно большой проблемой. И исследования при редких раках также очень сложно их организовать. То есть у нас нет на самом деле, скажем так, исследований третьей фазы. Без исследований третьей фазы вы не можете разработать стандарт терапии, стандарт пенсиональной помощи. Я не уверен, что я с этим согласен, но кое-кто так это утверждает. То есть для того, чтобы получить, разработать оптимальные способы работы, нам нужны веб-сайты, линии поддержки, индивидуальные эксперты, специальные мастер-цибилированные команды, рекомендации, пути, по которым проходят пациенты, сети. И, например, в Великобритании мы провели исследование по редким ракам, но в конце исследования мы набрали 25% всех пациентов в Великобритании. 25%. Таким образом, мы улучшаем нашу практику по Великобритании, проведя исследование, которое было проведено в рамках одной страны. Другими словами, исследование действительно улучшает практику. И далее у нас имеется международная инициатива по редким ракам, которая также относится к программам таким исследовательским. То есть есть различные благотворительные организации, которые дают информацию и поддержку. Есть исследования, они могут использовать работу как образовательной инструменты, как для медработников, так и для пациентов. Публикованные статьи как раз перед Рождеством я получил письмо от пациента, которого раньше не видел, который попросил мои рекомендации. Я спросил, откуда вы взяли адрес в электронную почту? Он сказал, ну, вы знаете, у вас есть ваш адрес, мы ставим уже в журнале, в одном онкологическом журнале. И специалисты также играют очень важную роль. Эти медицинамидные команды должны включать специалистов, такие как хирурги, онкологи, радиоонкологи, радиологи и так далее. То есть нужно понять, что это должно быть специалистами, специализированные пластические хирурги, гинекологи, онкологи и так далее. И это чрезвычайно важно с точки зрения принятия оптимальных решений. И еще одна недавняя работа не по анальному раку, но в ней рассматриваются вопросы по мунициплинарным центрам, которые сталкиваются с редкими заболеваниями. Итак, у нас имеются рекомендации. Рекомендации. Я, в частности, я частично отвечал за рекомендации ESMA и рекомендации NCCN справа, которые дают нам, собственно, скажем так, пути действий, что нам делать, алгоритмы. Но вот что интересно, это скорее меню а-ля карт. Вы можете найти то, что вам нравится в меню, но, возможно, не то, что вы хотите. Кто-то может сказать, шеф сегодня рекомендует это для вас, поскольку это сегодня жаркий день, и я просто взял вот это, приготовил замечательный обед с этой замечательной рыбой, но это, возможно, не подходит вам. Это не меню а-ля карт. И я достаточно много времени этому уделял. Мы провели большое рандомизированное исследование второй фазы по нескольких странах. И нужно было, можно получить имейлы всех членов этой инициативы, должны быть причислены все идущие проводимые исследования и в принципе подготовки. И это, соответственно, потенциально могло привести к разработке новых идей по проведению новых исследований. Если говорить о конкретных странах, которые проводят свои исследования, вы можете провести коррелирующие исследования в частности по макулярным, геномным, аналогическим вопросам, аспектам и так далее. То есть у нас имеются планы. То, что может очень нам помочь, это организовать международную конференцию по редким ракам, в частности, по ДГИД, например, и сейчас мы пытаемся выработать международный консенсус, как нам стандировать, например, анальный рак. И здесь в этом проводится сессия. Должно участвовать большое количество международных центров. Далее алгоритмы. Нам нужно разработать инструмент, который будет помогать и оказывать медицинскую помощь. Они также будут, естественно, к этому деньги большие. Онкологических алкоголитов, в основном направлен на процесс принятия решений, когда мы говорим о дорогостоящей терапии. Но я думаю, что они должны фокусироваться на оптимизации прочих аспектов терапии. Мы говорим о Юракан и других подобных инициативах. Я не думаю, что они напрямую доступны для отдельных пациентов. И одна из проблем, я думаю, заключается в том, что я нашел, например, пять центров, которые говорили о том, что их интересует, которые занимаются проблемонального рака. И я не являюсь европейским референс-центром или центром европейской сети. И я отправил письма моим коллегам, которых я знаю, которые занимаются проблемональным раком. Я спросил, как это практически будет работать. Это было примерно три недели назад, и они мне еще не ответили. Так что я не думаю, что если вы, как пациент, вы им отправите письмо, я не думаю, что они ответят мне. Они мне даже не ответили, а через три недели уже прошло, а пациенту вряд ли ответить. Мы должны приоритизировать клинические варианты в этом порядке, то есть на соответствии с эффективностью, токсичностью и стоимости. И резюмируем, нужно сказать следующее. Образование играет, обучение играет важнейшее. Нужно обучать, продавать информацию всему населению. Например, через веб-сайт нужно информировать всех, при общей практике, не специалистов, других врачей. Нам нужны ресурсы для того, чтобы отвечать на возникающий вопрос. Нам требуется существенно больше контроля качества в патоморфологии и обеспечить лучшую дозу пациентам к существующим сетям. И с этим программой спасибо. Продолжение следует...